На контроле руководство города отправилось в банки на почту с проверкой. Хотят выяснить, насколько качественно организована работа по приему коммунальных платежей и могут ли запорожцы оплатить счета без проблем и очередей. Вместе с инспекцией по учреждениям прошлись и наши журналисты. Оплатить счета за коммунальные услуги запорожцы могут во всех отделениях Укрпочты, Ощадбанка и Приватбанка. Сейчас в городе действует около 200 таких пунктов. Чтобы наладить работу во всех отделениях, специалистам понадобилось время. В мэрии, говорят, больше всего нареканий вызывало невозможность оплатить все услуги сразу. Некоторые отделения не принимали платежи за домофон, госохрану и детские сады. Но волновало не только это. У ряда отделений были вопросы, связанные с работой технических программ. Масса жалоб касалась как-то количества касс для приема коммунальных платежей и указывалось на недостаточное их количество. Указывались вопросы по поводу скорости работы операторов, что вызывало очереди, естественно, не для удобства для наших граждан. Летом очереди были два месяца неимоверные. Тут все забито, все. Я по часу выставила очереди, чтобы оплатить. Чтобы такие ситуации больше не возникали, во всех отделениях Укрпочты, Приватбанка и Ощадбанка увеличили количество касс для оплаты коммунальных услуг. Также там разместили специальные таблички с информацией о платежах, а операторы прошли дополнительное обучение и стали работать быстрее. В соблюдении нормативов решила убедиться инспекция из мэрии во главе с первым замом городского головы. Мы осуществили платеж в Ощадбанке с тем, чтобы удостовериться в скорости работе оператора. Существовали проблемы, связанные с самой скоростью работы. Она иногда достигала 15-20 минут и более. На сегодня платеж был осуществлен в течение 7 минут. 5-7 минут на прием оплаты коммунальных платежей уходит и у работников Приватбанка. В целом, отмечают в мэрии, работы учреждения остались довольны. Но вопросы еще есть. Пока не во всех пунктах есть необходимые информационные таблички. Так что проверки продолжатся. Обо всех проблемах в работе отделений запорожцы могут сообщать в коу-центр по номеру 1580. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова